Добрый день, точнее вечер. Добрый вечер, да. Глубокий вечер. Какое впечатление, настроение насчет игры? Когда команда проигрывает, конечно, настроение не самое лучшее, но что тут можно сказать? Как смогли, так и сыграли. На ваше мнение, кто виноват в проигрыше? Может, команда не доиграла, может, какие-то личные были осечки какие-то? Да не все ребята, в принципе, сыграли ровно. Сказать, что-то конкретно из-за кого-то мы проиграли, нет, наверное, такой не скажешь. По крайней мере, первое впечатление. Просто соперник немножко повыше класса. Есть ребята, которые постоянно тренируются, похоже, молодые, крепкие. Вот, соответственно, мы и показали, какой результат, который получился. А вот насчет рефери, ну, на ваше мнение, сколько было несправедливых фоллов, сколько было справедливых? Ну, я скажу так, что класс рефери выше, чем класс игроков. Боё ты, наверное, меньше. Ну, это хорошо. А вот если отойти от темы баскетбола, допустим, отойти от темы баскетбола 5 на 5 и подойти, допустим, к более уличному виду спорта, как флитбол, играете где-то на половах 1 на 1? Ну, бывает такое, бывает. В этом году, правда, нет еще, но в прошлом году активно играл. Я как знаю, уже началась летняя лига, и заметил, что некоторые команды немножко расформировались, немножко поменяли состав. Вот, ваша команда потерпела такие изменения? Да, в принципе, нет практически. Мы на удивление очень, очень таким полноценным, крепким составом подошли к летнему кубку. Никогда не было такой многочисленного состава у нас. Вот первые три игры стабильно 10 человек, а то и больше бывает. А если не смотреть на проигрыш вашей команды и как бы посмотреть на вашу личную сегодняшнюю игру, вот как вы считаете, насколько хорошо вы сегодня отыграли? Я достаточно критично отношусь к себе, поэтому я сыграл очень нехорошо. Ну, в общем, как сумел, наверное, как был готов сегодня, так и сыграл. Ну, какие вообще планы на следующие игры? Планы. Планы надо начинать как-то побеждать уже. Сколько можно проигрывать? Ну, какие-нибудь комбинации там секретные, можно рассказать? Секретные комбинации, конечно, не расскажем. Нам бы не секретные вспомнить, а секретные не расскажут. Ну, и пару слов там новичкам, которые вот только вот летом вышли мяч попинать. Ну, молодцы, ребята, что любите мяч, попинать или лучше его, конечно, в колечко побросать, так оно будет правильнее. Старайтесь, тренируйтесь, у вас все впереди. Если что-то желаете, то добьетесь того, что желаете. Удачи! Большое спасибо, удачи в следующих играх. Спасибо. Все. Спасибо, мяч. Спасибо.